Йоу, это Кейкс Контест и Лёха Матрас Флай Уайт. У меня кроссовки самого техничного игрока на планете. Все знают о ком я говорю. Так давайте уже приступим к тестам Under Armour Carrier 6. Трудности с тем, чтобы надеть эти кроссовки не возникают совсем. Даже чуваки с широкой стопой залетят туда так же легко, как залетают трешки у Стефа Карри. Я бы не сказал, что внутри кроссовок очень мягко, стенки там жестковаты. Набивочного материала внутри карри 6 вообще по минимуму, но он находится как раз в тех местах, где он необходим. В основном в задней части кроссовка. При затягивании шнурков они не давят на стопу, как это было в четвертых карри. Когда я просто их мерил, я подумал, что комфорта будет недостаточно. Но когда я начал тренироваться, я понял, как же кайфово они себя ведут при резких остановках и сменах направления. Твердые стенки как бы не смягчают твое отталкивание и не гасят энергию. Крубо говоря, как если бы вы прыгали вверх, отталкиваясь от деревянного пола, вы бы прыгнули выше, чем когда отталкивались от мягких матов. Но несмотря на это, времени на разбивку карри 6 уходит немного. Нога внутри чувствует себя свободно, ничего не сковывает твои движения. Единственное, что при очень резких ускорениях с места можно почувствовать дискомфорт в пятке. Также стоит отметить, что кроссовки очень легкие. Это чувствуется даже на фоне левелов. С вентиляцией тоже порядок. Очень хорошая перфорированная зона находится в области петель под шнурки. И кстати, за долгие столетия тестирования кроссовок мы поняли, что лучшее место для размещения перфорации это верхняя часть кроссовка в районе язычка. Так как при беге мы больше всего можем зачерпнуть воздуха в этих местах. И это надо использовать. Что собственно и сделано в карри 6. Амортизация интересная. Она кайфово, но не в плане гашения нагрузки. Ховард пена, используемая в мидсоли, по ощущениям совсем не похожа на своих конкурентов типа бусты и реакта. Она немного тверже и плотнее. Гашение нагрузки при приземлении слабовато. Если приземлились на пятку, то вам крышка. Но давайте не будем забывать для кого эти кроссовки создавались. Стиль игры стефа включает в себя резкие ускорения, остановки, смены направления. И традиционно именно под эти движения максимально заточены кроссовки. В подошву встроена огромная упругая пластина, которая вместе с плотным ховром максимально выталкивает тебя, делает твои ускорения намного резче. Это является преимуществом для разыгрывающих и недостатком для прыгунов. Я например после данка лучше бы повис на кольце и ждал пока меня оттуда спустят, чем приземляться с полного вылета. Рисунок протектора выполнен в виде множества линий разного размера и направления. Внешний материал подошвы схож с клея соль и работает прекрасно. Сцепление хорошо функционирует как в зале, так и на уличном батлграунде. Такая подошва конечно быстро теряет свой изначальный вид, но об этом дальше. Естественно в флагманской модели бренда использованы лучшие материалы, чего только стоит плетение верха, которое в задней части уплотненное, в районе шнурков смягченное, ближе к носку более тонкая и сгибающаяся, а в пальцевой коробке запаянная в дополнительной защитой. Кайф. А также гордость Under Armour Pena Hover. Выглядит все прилично и собрано на первый взгляд все качественно, но... Че это за приколы? Чувак сыграл две игры в зале, его рост 185 сантиметров, вес 95 килограмм. Кроссовки выглядят так, как будто он ими от гранаты защищался. У меня такой дичи пока что не случилось, но будьте осторожны чуваки за 95. Килограмм имеется ввиду. А так, чуваки за 95 уже не чуваки. Тут все стабильно. У Стефа за безопасность отвечают не только сами кроссовки, а еще и многочисленная поддерживающая атрибутика, которую он постоянно использует. Из этого следует, что в кроссовках очень много свободного места, и это тоже остается неизменным. Обратите внимание на широкую площадь передней части кроссовка. Да, это круто для устойчивости, плюс ховер не проминается и не прогибается под нагрузкой, и не дает ноге завалиться. Но внутри самого кроссовка места тоже очень много, и даже в пятке есть пространство. Если рассматривать кроссовки в чистом виде, то в плане безопасности на них рассчитывать не стоит, если только у вас не очень широкая стопа. Я думаю, было бы круто, если бы эта замкнутая нить, выступающая петлями для шнурков, не была прикована к одному месту, а являлась прям однородной. То, о чем я говорил в старте тестов. Тогда при затягивании шнурков можно было бы подтянуть пятку и рассчитывать на первоклассную фиксацию. Я, кстати, думаю, что так и планировалось сделать изначально, но вероятно нашли в этой системе какой-то изъян, я могу предположить какой, и решили отказаться от нее, не меняя общий дизайн. Итак, описываю идеального, довольного обладателя Under Armour Carry 6. В общем, это разыгрывающий, скоростной, но не прыгающий, координированный, с очень широкой стопой, небольшим весом, разносит всех на древлосе, делает степбеки и валит трешки. Как вы поняли, очень узконаправленный вариант, но все же потенциально крут для своей аудитории. Если после всего этого ты понимаешь, что эти кроссовки для тебя, то смело переходи по ссылкам в описании с самыми выгодными предложениями в проверенных магазинах. Ну а на сегодня все, с вами были Кикс Контест, Леха Матрас, Fly White, всем пиз, кушайте супчик. Субтитры сделал DimaTorzok